Так совпало, что сегодня власти Китая представили план глобальной перестройки экономики. Важные заявления прозвучали на открывшейся сессии высшего законодательного органа страны. Главное теперь не темпы развития, а его качество. О том, как в Поднебесной рассчитывают избавиться от обидного ярлыка китайская подделка, в материале Марины Чайки. За происходящим в Пекинском доме народных собраний следит весь мир. Глобальная экономика сильно зависит от китайской, а значит от того, как Китай решит свои проблемы. Впервые за четверть века здесь замедление роста экономики, девальвация юаня и лихорадка на фондовых биржах. В течение, скажем, 2003-2013 годов Китай развивался без рывков, без падений, но и без взлетов. И, собственно говоря, это и привело к тому застою, или к началу застоя, который есть сегодня. Вот новый пятилетний план, это есть принципиальное политическое решение, дать новый толчок, по сути дела, толкнуть Китай к новым реформам. И, по сути, если все будет осуществлено, реформы эти будут по масштабам и по их результатам, будут сопоставимы с тем, что проводил Дэн Сяопин в 90-е годы. Судя по новому пятилетнему плану, преобразования будут радикальными. Здесь даже придумали специальный термин для такого состояния экономики. Новая норма. Власти говорят, теперь важно качество развития, а не его темпы. Мы постарались найти баланс между необходимостью построения процветающего общества и проведения глубоких структурных реформ. Первоочередная задача — поддерживать стабильный рост экономики, что позволит решить проблему занятости. Рост ВВП от 6,5 до 7% в год позволит обеспечить ее относительно адекватный уровень. Фабрика мира с дешевой рабочей силой — это больше не про Китай. Страна переходит к новому типу экономики, то есть от ширпотреба к высокотехнологичному производству. Пекин намерен сломать стереотип «плохо сделано в Китае» и экспортировать не только товары, но в первую очередь технологии. Для начала скинут экономический балласт, сократят производство в угольной и сталилитейной промышленности, предложения в которых значительно превышают спрос. 30 лет назад 80% населения жили в деревнях. Начался процесс урбанизации. Строились целые города практически с нуля. Множились и заводы, обслуживающие стройки. Теперь большинство живет в городах. Как перестроились от сельской жизни к городской, так необходимо перестроиться на экономику, в которой уже не будет быстрого роста. Условия для этого перехода сложились еще на фоне экономического кризиса мирового 2008-2009 года. И уже тогда все заявления о том, что надо уходить от экспорта на ориентированные модели, развивать внутреннее потребление, не гнаться за темпами, все это было тогда сказано. Но для того, чтобы прекратить шедший на полной скорости экономический бум, требовалась колоссальная политическая воля. Усилие, которое на тот момент китайское руководство сделать не смогло. Из-за сокращения производств уже сейчас без работы останутся почти 2 миллиона человек. По прогнозам, к концу пятилетки речь пойдет о 6 миллионах безработных. Меры непопулярные, но необходимые. Иначе экономику не удержать. Если не принимать эти меры срочно, то есть не толкать весь Китай к их реализации, Китай действительно находится в очень неустойчивом состоянии относительно курса юаня. И если поползет юаня, если правительство пойдет на дальнейшую девальвацию юаня, еще скажем на 15, а то и 20 процентов, это будет серьезнейший удар по китайской экономике, от которой она будет отходить, наверное, в течение ближайшего десятилетия. На пленуме говорили о бегстве капитала, только за прошлый год нелегально за рубеж выведена грандиозная сумма. По разным данным, от 350 миллиардов до триллиона долларов. И о борьбе с коррупцией. Самая масштабная чистка со времен культурной революции продолжится. От суда не скрыться. Взяточников отлавливают по всему миру. Сотни тысяч чиновников уже лишились карьеры. Десятки тысяч свободы. Китай стремительно стареет. Это еще одна проблема для экономики. С начала года всем семьям разрешили заводить двоих детей, уверяя, что политика одна семья, один ребенок навсегда в прошлом. Следующий неизбежный шаг – повышение пенсионного возраста. Пожалуй, единственная статья китайского бюджета, которая растет год от года – военные расходы. На этот раз плюс 7,6 процента. В мире больше только у США. В плане на пятилетку также борьба с бедностью и энергетическая революция. Здесь намерены перейти с угля на газ и победить смог. Ну а пока смог побеждает. В дни пленума столицу накрыло ядовитым туманом. Этот ролик – не что иное, как возрождение забытой традиции, так называемых «красных песен» времен Мао Цзюдуна. Постановление партии, зарифмованный под веселую музыку, проверенный способ донести до людей суть преобразований. В непростое для Китая время Пекин надеется сплотить страну под знаменами реформ. Путь предстоит неблизкий. Переход к новому типу экономики займет как минимум 5-7 лет. Марина Чайко, Владимир Жевский, Павел Матвеев и Ксения Гомонова. Первый канал. Китай.